Повод для очередной встречи приятный. От художников янтарный комбинат получает золотую медаль за вклад в отечественную культуру. Комбинат стал единственным в регионе промышленным предприятием, которое отмечено этой наградой. Мне кажется, этой награды янтарному комбинату не хватало, потому что это не просто какая-то производственная база. Это производственная база в том числе нашей культуры российской, нашего замечательного бренда янтарного. В прошлом году руководство янтарного комбината приняло судьбоносное решение выдавать художникам солнечный камень напрямую по государственным расценкам. Такая практика не применялась больше 10 лет. Летом 2014-го ювелиры получили около двух центнеров солнечного камня, по 5 килограммов на каждого. В этом просят видеть каждому двойную порцию, добавляя, что готовы обработать и в несколько раз больше камня. Килограмм 50 в год я могу переработать. Нам дают сейчас по 10 только. Мне немножко, наверное, лучше, потому что у меня есть заказчики. Процентов 90 заказов я делаю, которые приносят свой камень. На мартовскую выставку Юдашкина я делал несколько заказов. Эти изделия были показаны в Париже. Из одного килограмма янтаря, по словам мастеров, две трети уходят в отходы. Стружку можно спрессовать, но такие изделия менее ценны. А на выставках особым спросом пользуется именно натуральный камень. Обеспечение янтарем именно, в первую очередь, художников – это, я считаю, на сегодняшний день основная задача. Планируется собрать янтарный кластер на базе янтарного комбината. Да, это работа перспективная. Более того, мы планируем наиболее одаренных детей брать под свое крыло, направлять художественные техникумы с тем, чтобы потом они, приходя на янтарный комбинат, именно могли создавать янтарные шедевры. Сегодня янтарные мастера из регионального отделения Творческого союза художников готовятся в очередной раз покорить Париж. Французская столица площадки под выставку предоставляет бесплатно, в отличие от российской. Из-за этого в Москве калининградские мастера из Творческого союза художников России не выставлялись уже около 10 лет. Артем Павлов, Никита Бунаков. Вести Калининград.